Всероссийский конкурс С коллегами я участвовал уже в воркшопах, в рабочих группах по обсуждению деталей, обсуждению мастер-планов, сценариев развития, экологических ограничений. Мне больше пришлось работать именно по экологическим ограничениям. Что можно делать на этой территории, что не следует делать на этой территории. В обеих заявках представлены территории площадью около 5000 гектар с лесными массивами, склонами и водными объектами, включающие природно-охраняемые зоны. ТРК Высокогорский изначально был ориентирован на увеличение рекреационной нагрузки на Голубые озера. Но после длительных консультаций с экспертами КФУ были изменены направления туристических потоков в сторону реки Казанки, населенного пункта Семиозерка и лесных массивов. Для ТРК Камское устье были предложены меры по обеспечению безопасности экологического маршрута и по захоронению особо охраняемых природных территорий. Осночительные признаки экотуризма это то, что не наносится вред окружающей среде, вовлекается местное население, люди участвуют в экологических акциях, мероприятиях, используют экологически чистые продукты и так далее. Сотрудники КФУ, работая в качестве экспертов, участвовали в поднятии рейтинга и имиджа университета как экспертно-аналитической организации, а также создавали новые возможности территориального развития в Татарстане. В случае победы в конкурсе возможно заключение договоров по развитию туристических кластеров и практических баз для студентов КФУ.